Ильтасана Амать, Финляндия, станет ли крушение суперджета новым курском Путина? Редакционная статья. Ильтасана Амать, Финляндия. 14 мая 2019 года. Когда в России происходит что-нибудь трагическое, появляются разные теории и домыслы, среди которых теряется общая картина происходящего. Состояние неясности возникает из-за преднамеренных действий властей, а также из-за обоснованного и необоснованного недоверия граждан к своим властям. Недавняя авиакатастрофа в Москве, унижшая жизни 41 человека, не исключение. Но у нее есть отличия. На этот раз подозрения напрямую падают на государственный аппарат Владимира Путина. Сухой суперджет 100, сухое суперед 100, известен как любимое детище Путина. Президент подчеркивает, что суперджет является символом развития промышленности России после распада Советского Союза. После авиакатастрофы в Москве сухой суперджет прозвали «летающим гробом». Существует подозрение, что власти пытаются намеренно переложить вину за погибших на кого угодно, лишь бы и не было разговоров о принципиальных проблемах в конструкции самолета. Изначально причиной аварии считалась молния, которая повредила электросистему самолета настолько, что пилотам пришлось приземляться в режиме ручного управления. Сейчас выясняется, были ли пилоты достаточно подготовлены для совершения посадки без помощи автоматики и не совершили ли они ошибки во время приземления. Однако многие отметили, что качественный самолет не должен был пострадать от удара молнии настолько сильно. Спустя несколько дней после аварии в Москве неожиданно скончался от разрыва ОРТа легендарный журналист Сергей Доренко, который был известным критиком суперджета. Многие помнят слова Доренко о затонувшей в августе 2000 года под водной лодкой «Курск». Тогда в передаче на государственном телеканале ОРТ Доренко осмелился обвинить Путина, только заступившего на пост президента, во лжи и равнодушие. По имеющейся на данный момент информации, смерть Доренко никак не связана с критикой суперджета, но любителей теории заговора эта символическая связь все же волнует. После трагедии Курска Путин понял, что российское телевидение нужно держать под контролем, чтобы в его адрес больше не звучало такой критики, как из уст Доренко. После этого российские СМИ попали под ручное управление Кремля. Последствия аварии суперджета пока еще оценивать трудно, но Кремлю точно нужно отреагировать. Если бы авария произошла на Западе, полеты этих самолетов в России были бы запрещены. Последовало бы детальное расследование, как это было с самолетами Boeing 737 Max, Boeing 737 Max. Однако в России с логикой все не так однозначно, и сейчас на кону стоит не только авторитет суперджета, но и авторитет самого президента Путина. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.